Молодец, хорошо Привет друзья, сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег Сейчас я нахожусь на даче, обустраиваем здесь место для того, чтобы погуляла у меня Сашка В общем, чтобы моим любимым девушкам было все очень хорошо И возникла такая проблематичная ситуация с собачкой, которая проживает здесь в моей тёще Пойдёмте её посмотрим Зовут его Бинка Юль, поближе подходи ко мне, микрофон Потому что не выносная Бинка, вот он маленький Проблема заключается в том, что в моё отсутствие, именно подчёркиваю в моё отсутствие, происходит такая проблема Вот дорожка, очень часто ходят люди Бима, соответственно, считает свою территорию своей и начинает как бы её охранять И это проблема у многих В одной из передач, кстати, именно на демонстрации Бима уже рассказывал, как это происходит у деревенских собак То есть как собака вообще вырабатывается у неё рефлекс Именно обгавкивать всех подряд Смотрите Идёт с той стороны, допустим, человек Собака видит его, начинает гавкать Человек что делает? Проходя дальше, уходит Ну и собака, соответственно, такая начинает думать Ага, вот я такой крутой, значит, как бы Напугался своим лаем этого человека И у него вырабатывается, соответственно, такой же рефлекс Идёт следующий человек Он его точно так же начинает обгавкивать Человек уходит дальше Рефлекс закрепляется Который, соответственно, переходит в навык Ребёнок спать ложится Собака начинает лаять Люди ходят часто Вот видите, здесь даже лежит специальная крышечка Для того, чтобы собаку загнать Как они начинают отвечать Бима, в будку! В будку, Бима! И начинают его закрывать Но даже находясь вот в будке Вот в таком состоянии Оттуда выходит вот этот вот Зловещий такой лай Но он же находится как бы на своей территории Тут вообще никто не должен ходить Рефлекс у собаки уже выработан Закреплён Соответственно, его отрабатывают Как бы на него не кричали А вся проблема заключается в том Что, опять же, вот Иерархия не выстроена Собака как растение, как трава Естественно, и никто не занимается Ну, так любой деревенской собакой Как только приезжаю я Мне, в принципе-то делать ничего не надо Неоднократно я говорил о том, что вот именно Ваше эмоциональное состояние Переходит на собаку Собаке не надо говорить Как вы ходите, как вы поступаете Какая у вас жестикуляция Всё это передаётся животному То есть, вот приезжая я когда сюда Собака перестаёт это делать Это не утром, не вечером Никогда не проходят люди Когда уже конкретно подходят сюда Останавливаются, да, пришли к нам Тогда да, он обозначает То есть, да, действительно, кто-то подошёл И мне это приятно, это понятно Я выхожу, тогда, значит, вижу какого-то человека здесь Ну, допустим, привезли молоко А на мимо проходящих людей Он уже перестал лаять Почему? Смотрите, здесь территория не его Он не вожак здесь А здесь территория моя И я, если позволяю ему охранять эту территорию Тогда он лает Когда я не позволяю То есть, недостаточно было Ну, совру, если я скажу Что один раз мне пришлось это сделать Мне пришлось пару раз просто ему заткнуть рот То есть, он выскочил, начал лаять Я ему просто, нет, нельзя, всё То есть, я не орал в будку там, Бима, иди То есть, не повышал голос никакой Просто вот палец и всё И нет, и всё, и пошёл он в будку У нас очень хорошее с ним взаимоотношение Бимочка, Бима, иди Иди, Бимач Вот видите, у него ушки поджаты Ушки поджаты И он демонстрирует то, что он как-то подчинён мне А я никогда не бил его там Не кричал на него То есть, мне вот достаточно было сказать вот этих слов Поэтому, друзья мои Заслужите доверие Заслужите уважение И у вас всё получится Если у вас проблема лающей собаки Которая находится в частном секторе То вам нужно выстроить отношение таким образом Что вы, именно вы владелец территории И именно вы разрешаете, либо не разрешаете охранять свою территорию И тогда проблема лающей собаки у вас исчезнет Спасибо, с вами был канал Я и мой хвост Я его автор и ведущий Олег Субтитры подогнал «Симон»